Последствия развала Советского Союза, стратегическая ошибка нового государства или же попросту недоработки на местах. Проблема очередений фазов на единственной в городе метановой заправке намного глубже и не ограничивается только предприятием электротранспорт. И даже нашим городом на газомоторную технику сейчас активно переводится народное хозяйство страны в целом. И этот процесс, несмотря на поддержку правительства России, идет болезненно. Ярким примером возникающих на этой почве конфликтов стала ситуация с большими челнинскими автобусами. Напомню, о ней мы рассказывали в нашей программе во вторник. Тему продолжит все также Егор Орлов. После того, как завершатся рейсы по маршрутам, им необходимо часами ждать очереди на заправку. Время это им не оплачивают, сообщили водители нефазов. Раз так, то нужно как-то ускорить процесс получения топлива, уверены они. Всем понятно, что период установления организации всегда тяжелый период. Но надо же как-то входить в положение рабочего народа. Надо организовать, значит, допустим, эту заправку. Ну, не две колонки, но хотя бы четыре колонки. На единственной в городе заправке сметаном одновременно обслуживать могут только два автобуса, хотя всего колонок четыре. Но не хватает давления, признались работники АЗС. Решить проблему с очередями своими силами сам электротранспорт не в состоянии. Заправок нужно больше. И об этом в исполкоме давно знают. Планируется ввод в эксплуатацию газонаполнительной станции, расположенной в районе ГИБДД, которая долгие годы находилась на консервации. Та самая метановая заправочная станция, о которой говорят власти, находилась за этим забором. Она была первой в городе и обозначалась как АГНКС номер один. Вот только она была не законсервирована, а как объект повышенной опасности полностью выведена из эксплуатации. Восстановить ее не представляется возможным, а потому необходимо все практически строить с нуля. Новое, соответствующее современным требованиям оборудование – совсем другой внешний вид. Все это будет на месте прежней заправки уже в этом году. Вот только сроки завершения строительства, указанные на аншлаге, не верны. В казанском филиале компании «Газпром» газомоторное топливо пояснили, что работы будут выполнены только ближе к 2017-му. Мы работу разделили на два этапа. Первый этап – демонтажная работа. Они проведены в 2015 году. Сейчас ведется работа по формированию стоимости нового объекта и заключение договора на проведение строительных монтажных работ. На примере этой станции можно разобрать ситуацию в целом по всей газомоторной сфере. Объект вывели из эксплуатации за ненадобностью, то есть не было спроса. И это далеко не единичный случай в России. Но метан дешевле солярки и бензина. И не в пример экологичнее. Сгорает почти без остатка. А самого газа в стране с избытком. Здесь такой постоянный спор о яйце и курице, что раньше должно возникнуть. С одной стороны, вы справедливо говорите, что АГНКС не хватает. И это сдерживает рост такого транспорта. С другой стороны, «Газпром» газомоторное топливо, монополист в этой сфере, справедливо полагает, что количество АГНКС будет расти с ростом парка. Получается. Им ведь нужно окупить проекты. Подружить спрос и предложения. Ускорить темпы развития и газозаправочной сети, и транспорта с метановыми двигателями. Задача государства. Действуют различные программы по субсидированию, преференциям тем предприятиям и бизнесу, где автопарк либо переводят на газ, либо полностью обновляют. К 2020 году в таких городах, как Набережные Челны, весь городской транспорт, пассажирский и спецтехника коммунальщиков, должен минимум на треть состоять из машин с двигателями, работающими на метане. А в миллионниках – наполовину. За последние три года мы выделили более 9 миллиардов из федерального бюджета на эти цели. Причем Республика Татарстан получила из них чуть больше миллиарда 300 миллионов. Но второе государство стимулирует и ужесточает правила для тех, кто использует неэкологичный вид транспорта. Если заказчиком строительства стационарных газонаполнительных станций является «Газпром», то мобильные заправочные комплексы производят прямо в Набережных Челнах. Этим занимаются на КАМАЗе и в Реритеке, где сейчас идет процесс сертификации данного вида транспорта. Заправочный комплекс 5000 кубов и он активный, способен отдавать 70%, значит он 3500 кубов отдаст. Потребность одного автобуса 200 кубов. То есть довольно-таки серьезный потенциал. Временно сгладить вопрос с очередями нефазов могли бы мобильные комплексы. И кстати, один в городе уже есть. О нем на совещании в мэрии рассказывал начальник управления городского хозяйства. Но только водители говорят, что никогда о таком даже не слышали. И тем более не заправлялись его помощью. Руководство предприятия, обещавшее позже выйти на связь и дать разъяснение, пока продолжает хранить молчание. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ Набережные Челны.